Всем здравствуйте! С вами на связи Елене. Я вас приветствую на своем канале и, наверное, в новой моей рубрике о Таро простым языком. Значит, на своем канале в разделе сообщества в последнем посте я попросила всех вас, кто так или иначе как-то соприкасается с Таро, либо просто интересуется, либо вам нравится рассматривать расклады, смотреть, скорее всего, расклады на канале. Какие у вас есть вопросы, непонятки, говоря простым языком, касательно Таро? И я, к моему огромному удивлению, как я писала в самом посте, увидела очень много вопросов. Некоторые из них, я даже вообще, знаете, мне бы в голову никогда такое не пришло, и это меня радует. Значит, я в порядке того, как они выложены, комментарии к посту, да, я беру вопросы, и по одному буду отвечать. Поэтому у нас, наверное, такая будет рубрика, да, о Таро простым языком. То есть вы можете писать все свои вопросы, что вам непонятно касательно Таро, либо, ну, неизвестно, а я попробую вам ответить на эти вопросы, если знаю ответ. Итак, значит, первый вопрос, который я выбрала, он был от Татьяны Зарепа. Она пишет, Элени, добрый день, у меня вопрос, влияние стихий в раскладах? Как они влияют на прочтение самого расклада? И, так, пример, если выложила 4 аркана и вышли все 4 стихии, или не стоит их рассматривать, влияние друг на друга, просто прочитать значение каждого аркана в отдельности? И еще один вопрос касательно старших арканов, вы их по стихиям распределяете? Вот, поскольку я люблю всегда ко всему подходить основательно, как говорит моя мама, вот в этой прекрасной, уникальной книжке, достаточно, значит, вы видите, в зеркальном отражении называется книга «Иллюстрированный ключ Таро» Артур Уэйд, автор, как источник. Есть такой в начале, да, в самом видении, такая хронология, да, основная, что и произошло, в какой год. Вот в этой книжке написано, что в 1856 году Элифас Леви в своих работах, идет перечисление работ, пытается доказать существование прямой связи Таро с Кабалой и происхождение символики Таро, то есть вот эти глифы, глифы называются картинки на Таро, и от букв древнееврейского алфавита, соотнося арканы с сифиротами. Значит, говоря простым языком, в 1956 году произошло соединение непосредственно Таро и древо сфирота, о котором вы очень часто слышите, что я говорю на своем канале. В принципе, поскольку Таро самостоятельная система, ее можно изучать, да, самостоятельно, но когда она идет именно в совокупности с древо сфирот, очень многие моменты становятся нам понятными и известными. Для чего вот такое вот большое сступление, чтобы вам было понятно? Дело в том, что на древо сфирот, да, кто не знает, загуглите, да, и вы увидите такую конструкцию, да, которая состоит из 10 кругляшков, эти кругляшки называются сфирот, и между ними есть пути. Вот я не знаю, насколько вам видно, видно будет, да, наглядно, я, правда, всегда показываю, вот это древо сфирот, да, не знаю, насколько хорошо видно, да, то есть вот есть некие кругляшки, вы это видели, может быть, и вот между ними вот эти вот пути. Так вот, вот этот вот товарищ, Лефас Леви, в 17 веке, представьте себе, взял и соединил великие арканы Таро, которые по счету 22, с 22 буквами еврейского алфавита, и сказал, что именно то, что отрисовано на самих арканах, это происходит от еврейских букв, ну, то есть связь нашел, да, нельзя сказать, что это оттуда произошло, но связь он увидел. И поскольку все великие арканы, а их 22, они расположены вот как раз-таки вот на этих путях, да, то есть вот эти вот соединения с круглочками, их 22, он сделал вот такое соотношение. Что значат вот эти 22 великих аркана? Вообще вся конструкция, да, Древосферот, она говорит о создании нашего мироздания, да, то есть это наглядная конструкция, понятная нашему уму. Почему? Потому что это отличие каббалы от любой другой науки, либо религии, которая может говорить об каких-то абстрактных вещах, достаточно сложных понять неподготовленному человеку, то каббала, она старается чисто символически показать создание именно нашего мироздания для того, чтобы человек, ну, как-то наглядно хоть понял, да, приблизительно, как и что устроено. Так вот, почему я говорю про это? Дело в том, что вот именно вот в этих двух, 22 великих арканах заложено символически создание нашего мироздания. А именно, в 22 арканах есть 3 стихии, основные, не считая Земли. Это огонь, воздух и вода. То есть 3 аркана нам показывают стихии. 7 арканов из 22 нам показывают планеты. Почему 7, а не 9 либо 10, да, сколько у нас существует сейчас? Почему? Потому что Уран, Плутон и Нептун были открыты позже. Но, в принципе, поскольку все-таки в западной оккультной магической системе используются вот эти вот 7 основных планет, да, вот эти 3, которые были открыты позже, некоторые оккультисты все-таки привязывают их к древу Сферот, но, в принципе, прямого доказательства нет. Поэтому мы оставляем 7 вот этих планет, так как было изначально. Значит, 3 стихии, 7 планет, 3 плюс 7 у нас 10, и до 22 у нас остается 12. Следующие 12 арканов, они у нас непосредственно соотносятся к знакам Зодиака. Поэтому, отвечая на ваш первый вопрос касательно великих арканов, когда вопрос звучал, соотносите ли вы великие арканы со стихиями? Здесь можно сказать, что поскольку в великих арканах есть эти 3 стихии, почему именно 3, а не 4? Четвертая у нас, в принципе, мы находимся на Земле, поэтому она подразумевается, хотя аркан мира мы можем отнести к стихии Земли. Значит, аркан воздуха, да, то есть стихия воздуха у нас выражается в аркане Шта. Вода, стихия воды у нас выражается в повешенном. Почему именно в повешенном? Ну, здесь вот воздух, да, можно предположить начало, да, это понятно чисто логически, а вот здесь вот именно вода, да, почему именно вода к повешенному, хотя он висит, да, мы можем как-то ассоциативно подумать, что это все-таки воздух. На самом деле это имеет прямое отношение, опять-таки, к древу Сферот, на том пути, которым она находится, называется, соотносится буква еврейского алфавита, которая называется МЭМ, да, она переводится как ВОДА. И, опять-таки, отрисовка вот здесь вот данного аркана, она нам говорит о рождении, да, поскольку, то есть здесь вот как будто бы фигура, да, самого человека при рождении головой вниз, да, как мы рождаемся. И вот эта вот именно форма, да, такая перевернутого человека, она дает отсылку к тому, что внутриутробно человек находится в воде, опять-таки отсылка, когда идет перерождение, трансформация, да, как правило, это крещение, крестят всегда в воде, причем, если мы говорим о правильном ритуале крещения, когда ребенка полностью погружаем под воду, да, трижды, но полностью, то есть не то, что вот тело зашло, а голова нет, надо полностью, чтобы человек погрузился в воду, либо, когда мы говорим, освещая что-либо, да, крапление, это тоже идет водой, то есть вот более такая глубокая, да, я сейчас так поверхностно вам рассказываю, но вот символика и отсылка именно идет к этому аркану. Это значит у нас второй, да, вторая стихия вода, и третья стихия у нас идет огонь, это именно аркан высшего суда, как стихия, почему? Потому что идет очищение, очищение, перерождение через огонь, то есть сжигая, да, опять-таки вспоминаем русские народные сказки, лягушка сбросила свою шкуру в огонь и тем самым переродилась, да, и стала красной девицей. Для того, чтобы переродиться, добрый молодец прыгнул в чугун, да, с водой, опять-таки перерождение, но там вода была горячая, да, то есть через воду, очищение и огонь человек, добрый, скорее всего, царь переродился, да, и превратился в доброго молодца. Вот это отсылка все к этому. Конечно же, я уже сказала о том, что аркан мира мы тоже можем соединить со стихией землей, но официально вот эти вот три аркана, за что я очень люблю Уэйта, особенно в обучении, когда я обычно делаю отсылку к Уэйту, потому что не случайно картинки, картинки называются второглифами, не случайно глифы, которые вы видите здесь, они изображены, то есть все имеет свою особую символику, не просто так. С другой стороны, я не очень-то люблю новые колоды, которые отрисованы на основе Уэйта, почему? Потому что они имеют такое вот поверхностное понимание, да, что та всегда так рисует, допустим, вот в такой форме, но основные какие-то детали, которые отображены в арканах, которые несут смысловую нагрузку, и если ты знаешь, да, ведуешь, то ты это можешь замечать. Вот в новых, к сожалению, колодах, особенно там, где нарисованы животные и так далее, не несут уже такой смысловой нагрузки. Вот, это то, что касается великих арканов, да, то есть здесь не надо придумывать какие-то стихии, они уже есть. С другой стороны, это если чистая стихия, с другой стороны, если мы говорим, например, о планетах и семи следующих арканов, которые соотносятся с планетами, то мы можем найти какое-то сопоставление. К примеру, если мы берем, например, императора, император у нас как знак зодиака, это овен, а овеном управляет Марс, то здесь, а поскольку, опять-таки, Марс это огонь, да, то здесь мы можем также сказать, что это стихия огня. Если башня, башня соотносится, планета, ей не соотносится, она не соотносится с знаком зодиака, она соотносится с планетой, это также планета Марс, то отсюда мы тоже можем сказать, что это огонь. Либо если мы говорим о солнце, да, солнце, аркан солнца, это соотношение с планетой, солнцем, и аркан силы, которая соотносится со знаком зодиака льва, а львом в астрологии, да, управляет, опять-таки, солнце. Здесь мы тоже можем сказать, что это огонь, стихия. То есть вот так, конечно же, мы можем споставить, но есть три отдельных аркана, которые непосредственно говорят о стихии. Теперь, что касается младших арканов, да, вопрос был влияния этих стихий вообще в раскладе, да, и как они влияют на прочтение карты. Вы здесь приводите пример, что если выложены четыре аркана, и вышли четыре стихии, все четыре разные, да, то есть разные стихии, стоит ли их рассматривать по стихиям, либо вообще рассматривать просто как значение аркана. На самом деле, если мы серьезно действительно подходим к Таро и начинаем считывать, то нету деталей, нету мелочей, да, все имеет какой-то определенный смысл. Если вы смотрите, допустим, что имеет значение, да, то есть если ответить одним словом, имеет значение. Если вы смотрите, допустим, вы вытащили четыре карты, и четыре карты, они относятся к разным абсолютно стихиям. Это показатель того, что в ситуации все достаточно гармонично, все имеет место быть. Если наоборот мы в раскладе смотрим, что достаточно много пендаклей, да, то мы считываем стихию Земли с ее пониманием. Например, мы можем сказать, что вообще вся ситуация, она достаточно затяжная, она достаточно тяжелая, то есть мы начинаем считывать смысл непосредственно самой стихии. Если, например, мы видим, что в раскладе у нас есть стихия Земли, пендакли, и у нас есть кубки, да, в достаточно большом количестве, мы можем сказать, что они достаточно гармоничны. Почему? Потому что вода поливает Землю, и у нас всегда что-то прорастает. То есть земля и стихия Земли и воды, она у нас идет в гармонии. Противовес стихии Земли – это воздух. Поэтому, если мы увидим, рядом будет воздух, то есть мечи и пендакли, мы можем сказать, в зависимости от того, что будет в большем количестве, да, то то имеет больший вес. Если у нас, например, Земля больше, да, то и мечи, то она будет подавлять. То есть ситуация будет разрешаться достаточно медленно, и при этом будут какие-то ссоры, конфликты, потому что Земля подавляет воздух, и воздух, и воздух подавляет Землю, они антагонисты. С другой стороны, стихия огня и стихия воздуха, так же, как и вода с землей, они гармоничны, они дополняют. То есть у нас есть стихии, которые антагонисты между собой, они сопротивляются, условно говоря, да, они противоположные. И есть те, которые в равновес, да, то есть они достаточно созвучны. Почему? Потому что ветер раздувает огонь, да, и он прям вот увеличивается, преувеличивается. То же самое, как и вода поливает Землю, и она становится плодородной. Поэтому мы можем обращать на это внимание. Не все тарологи обращают, не все знают. И опять-таки скажу, здесь вопрос непосредственно, насколько у коллеги-таролога есть определенные знания, и какого формата он делает расклад. Почему? Потому что если мы делаем, ну, вот какие-то такие достаточно простые вопросы, да, либо тема отношений, я не знаю, насколько это будет актуально. Если мы спрашиваем, задаемся вопросом, например, выбора, либо вопросы непосредственно связаны с нашим развитием, да, то здесь, конечно, мы можем получить дополнительную информацию. Я не помню, как назывался расклад, который я уже делала на основе известного расклада стихий, за основу которого берется, это аналитический расклад, за основу берется педаграмма, да, вот это пендакль, звезда, вот, и расклад он аналитический, что мы вытаскиваем пять карт, да, и выкладываем вот именно в форме звезды, да. Верхняя вершина у нас непосредственно дух, то есть это то, что имеет влияние на данную ситуацию. Верхний левый угол, это у нас стихия воздуха, мечей, напротив нее, да, значит, верхний правый угол, это у нас вода, нижний правый угол у нас стихия огня, и, конечно же, ее противоположность, это земля. Что нам дает этот расклад? Мы задаем любой вопрос и начинаем выкладывать арканы, да, пять штук. Неважно, великий, мало, здесь не имеет никакого отношения. И когда мы начинаем считывать, мы говорим, что левый верхний угол, который имеет отношение непосредственно к мечам, да, к воздуху, это те мысли, которые мы имеем по поводу той ситуации, которая у нас сложилась. Если в нее попадают великие арканы, то эта ситуация, да, вот все, что связано с мыслительным процессом, она для нас очень важна. Если у нас совпадает это мечи, и туда выпал аркан мечей, то это опять-таки усиляется. Если в стихию мечей у нас попадает ее противоположность, а в данном случае у нас земля, то это оттяжеляет, да, вот эту вот ситуацию, наоборот, неблагоприятная. Итак, мы начинаем рассматривать непосредственно. Мечи у нас связаны с мыслями, вода у нас связана с чувствами, с состояниями огонь, у нас связана с мечтами, амбициями и движениями, и земля у нас является результатом. Главное вот этой вот педакли, мы этим, как она правильно называется, я могу ошибиться, звезда пятиконечная, у нас управляет дух, да, который является вот верхним углом. Это то, что определяет непосредственно сам анализ. Этот расклад, он достаточно такой информационный может быть, да, для человека, если мы хотим проанализировать какую-то ситуацию, абсолютно неважно в какой сфере. Я не помню, как называется этот расклад, я его уже делала. Если, по-моему, так он говорит, там, стихи, что-то такое, я не помню. Можете в интернете тоже найти, может быть, есть что-то такое. Вот таким вот образом влияют стихи, конечно же, они влияют в раскладе, и есть, как я уже сказала, да, непосредственная отсылка, точно так же, не случайно, именно поэтому все малые арканы, их 56, они делятся на 4 стихи, да, то есть это проявление божественного света в той или иной форме, да, если это воздух, это в мыслях, если это вода в чувствах, если железо, это желание, амбиции и действия, если это Пентакли, то это полностью материальный мир. И как малые арканы влияют, точно так же влияют и великие арканы. Надеюсь, я вам ответила на ваш вопрос. Если что-то не ответила, напишите мне в комментариях, Татьяна, я, может быть, дополню эту информацию. И на самом деле, нет, не буду я, наверное, говорить, я хотела сказать о том, что у меня нету курса по Таро, я всегда обучаю индивидуально, почему? Потому что мне важен обмен, и взаимодействие непосредственно с учеником. Но я не беру всех на индивидуальное обучение, и если вы хотите на будущее думать, имейте в виду, что нужно будет пройти собеседование. То есть причина собеседования, мне важно понять, для чего вам Таро, и какую информацию я могу вам давать, что можно, что нет, на каком уровне. Поэтому, если вы на будущее думаете прийти ко мне и обучаться именно индивидуально, а не в записи, я даю очень много знаний, имейте в виду, что нужно будет пройти собеседование. Итак, я благодарю вас за ваши вопросы. Ждем следующего ролика, где, возможно, я отвечу и на другие вопросы, касательно Таро. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok